Приветствую, друзья! Разрешите представить вашему вниманию распаковку маленького дрона от компании DJI, DJI Mavic Mini, весом всего 249 грамм. Он такой маленький, что позволяет не регистрировать его в большинстве стран мира, так как регистрация дронов там составляет от 250 грамм. Данный дрон мы купили на сайте robicom.ua. Это уже вторая покупка на этом сайте продуктов компании DJI. До этого год назад мы примерно там у них брали DJI Osmo Pocket, тоже очень довольный товаром. И как всегда у сайта robicom.ua цены оказываются очень дешевые по сравнению с конкурентами, что очень выгодно. Вот данный дрон несколько дней назад, это в начале мая 2020 года, мы купили всего за 11 050 гривен, плюс досталка. Это очень хорошая цена. Mavic Mini в стандартной комплектации, не Flymo Combo на данный момент, ну также в связи с экономией средств. И для тренировок чуть позже еще куплю как минимум одну батарею. Тут на коробочке я заклеил серийный номер в рамках приватности. Ну коробочка, как видите, фирменная. Более того, я, как и обычно, послал запрос компании DJI на официальный сайт с просьбой проверить серийный номер. Действительно ли данный Mavic был произведен компанией DJI и не подделка ли это. Это оказался полностью сертифицированный DJI-овский продукт. То есть вот так классно, за отличную цену мы получили настоящий дрон от DJI. До этого точно так же мы покупали на Robby DJI Osmo Pocket. И уже больше года пользуюсь, очень доволен. Отличная картинка. Техника DJI просто супер. Итак, начинаем распаковочку. Еще нужно сказать по доставочке. Доставка была очень быстрая. Я заказал на сайте его в 9 утра. И уже после 12 получил номер накладной новой почты, что его мне отправили. И через день я его забрал у себя в Мелитополе. Очень классно. В комплекте у нас инструкция на разных языках. С ней, я думаю, вас ознакомливать не обязательно. Так, открываем коробочку. Продолжаем распаковочку. Вот такой он малыш. Теперь мой. Очень маленький. Реально на руке лежит. Все официальные, все стики на месте. QR-код DJI. Реально маленький такой. Вот, на руке лежит. Можно сравнить с телефоном. Вот стандартный Motorola Moto S. Он его реально закрывает практически. По толщине. Вот такой. Чуть больше руки. Вот. Сравнение с iPhone 6S. Он его в футлярчике фактически закрывает. Лопасти у нас заклеены. Стики есть. Вот. В комплекте с дроном идет пульт управления. Антенки. Аккуратненький. Сюда у нас вставляется телефон. Тут еще одна коробочка. коробочки. Так. В коробочке у нас еще дополнительно идет инструкции на разных языках. Для быстрого старта. Тоже подробная книжечка с инструкциями и по безопасности. Как с ним работать. Тоже везде QR-коды. Что у нас здесь в коробочке? У нас шнур для зарядки. Это, кстати, один из немногих дронов, которые можно диджиевских, которые можно заряжать с помощью USB прямо на ходу. От пауэрбанка. Так. Упакован. Как хорошо заклеено. USB у нас идет. Так. Микро-USB стандартное и стандартный разъем под компьютер. в принципе этот в пауэрбанк, этот в дрон и заряжаемся. Очень удобно. Дальше у нас идут отверточка. Распаковывать не буду пока. Стики для контроллеров. Стики для контроллеров. И вот закручиваем. Закручиваем. Удобно. Очень быстро. Удобно. 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 Куча. Контроллеры. Контроллер чувствительный. Тестовые испытания уже завтра буду делать. Уже ночь на дворе. Так. У нас в комплекте запасной набор пропеллеров на всякий случай. С болтиками. Болты, как вы видите, так. Они крепятся каждые с помощью отверточки. Поэтому если нужно заменить. И в последнем у нас еще идут переходнички. Так. У нас здесь 4 пропеллера. 1, 2, 3, 4. Как раз еще один запасной набор. Ну, у нас продажи если нужно у нас продажи уже в магазинах есть еще. и тут у нас разные переходнички насколько понимаю. Сразу видно что никто еще до меня не открывал. Все новенькое. Тут у нас идет проводки переходники. Это чтобы можно было подключить на Type-C microUSB microUSB Lightning для iPhone microUSB microUSB ну в принципе все что надо для разной случаи жизни. Больше в комплекте ничего нет. Так. Сейчас откроем сам дробь. Аккуратненько снимаем тики открываются пропеллеры очень нежные пропеллеры снимаем написано что прежде чем использовать первый раз обязательно зарядите батарейку скорее всего она не заряжена или не заряжена не полностью. Ну инструкцию еще нужно читать обязательно. Ультра легкий дрон с шикарной камерой для своих размеров может снимать видео качество 2.7K 12 мегапикселей фотографии но только в JPEG здесь у нас батарея находится если открыть вот мы видим зарядка через микро USB здесь карточка единственное что этой модели мне не нравится что сама карточка ничем не прикрыта и придется кусочек скотча наклеить чтобы хоть как-то от влаги дополнительно защитить карточку ну а так модель очень легкая компактная на руке лежит замечательно так она раскрывается просто бомба очень камера похожая на камеру Osmo Pocket только чуть-чуть меньше в разложенном состоянии ну пластик хороший качественный не люфтит ничего профилеры очень нежные с ними надо аккуратно по характеристикам его длина 290 миллиметров высота 55 батарея 2400 микроампер часов в полете при идеальных условиях производитель говорит что он может летать до полчаса ну в реальной жизни наверное минут 25 но это один из самых высоких показателей для дронов высоту может набирать до 3 километров летать расстояние это CE версия наверное около двух мне сильно далеко больше километра не надо поэтому меня она устраивает в принципе я изначально очень хотел купить себе FCC версию этого дрона которая продается в Америке но я очень долго узнавал и легально завести с Америки дрона даже бэушного нельзя дроны у нас в Украине считаются военной продукцией поэтому есть ограничения на ввоз дронов и ни одна из компаний не взялась везти с Америки бэушный дрон или новый решился купить именно официальную CE версию для Европы потому что вышло последнее обновление 500 в котором этот дрон стал за те же деньги намного лучше у него появились ручные настройки камеры то есть теперь вы можете полностью в ручном режиме выставить скорость затвора и все остальные параметры появился автоматически появился ручной баланс белого который тоже можете настроить и самое главное для Украины открыли частоту 5.6 Гц раньше было 2.4 соответственно в городе он будет летать более стабильно конечно это не Mavic Air 2 в котором который до 10 км может летать но если вам это идеальное решение если вам нужен первый дрон чтобы потренироваться если у вас раньше не было дрона то рисковать в полете дроном за 1000 долларов или за 800 ну как бы не знаю сразу учиться на чем-то попроще у этой модели только снизу есть сенсоры которые только поверхности снизу могут смотреть сенсоров по бокам спереди сзади нету поэтому дрон автоматически если вы направите его в стену он конечно врежется но управляйте аккуратно и все будет хорошо я очень доволен своим приобретением еще буду покупать на сайте Robby потому что ребята очень хороший сервис предоставили и качественные товары я напоминаю я данный товар уже проверил через официальную службу поддержки DJI может что еще по характеристикам у камеры угол обзора 83 градуса это эквивалент 24 миллиметров ну не очень широкий угол но стандартный хороший угол в принципе если у вас если вы не новичок в фотографии оно снимает только в JPEG но с ручными настройками камеры вы можете даже с помощью этого дрона я смотрел в YouTube видео как можно делать сферические 3D панорамы при помощи просто вы в ручном режиме просто передвигаете дрона по кругу делаете фотографии в круговом режиме и потом склеиваете в третьей программе то есть качество видео отличное я смотрел очень много обзоров в принципе 95% если вы подружаете видео в YouTube 95% пользователей вообще не поймут разницы между более дорогой и дешевой версией при правильном освещении и правильных настройках и последующей цветокоррекции идеальный дрон для начала карьеры пилота дрона DJI мне очень нравится маленький компактный легкий 249 грамм ну это уже наверное знают все что еще про него можно сказать управляется через DJI fly более простую программу с телефона зарядка USB мне очень нравится то есть вы можете на нем полетать поставить на одном месте даже если у вас всего одна батарейка ехать в другое место пока он будет заряжаться у вас прям автомобили от USB от обычного пауэрбанка это очень удобно очень рад что в Украине частоту 5.6 открыли и теперь этот дрон будет летать стабильней ну в принципе под мои потребности это все что этот дрон именно тот то что мне надо спасибо компании Robi.com.ua за хороший товар отличная скидка будем еще у вас брать вот специально для вас записал этот отзыв что в качестве благодарности молодцы ребята делайте дроны более доступными в Украине оказалось что это запасные были стики а тут есть родные стики стоят вот тут их можно тут прятать их пользоваться перед тем как тоже очень удобно главное с этим дроном не запускать его очень сильный ветер иначе он может не вернуться так как в отличие от крупных своих собратьев он у него сопротивляемость ветру слабее и вы можете его потерять если вам уж очень необходимо ветер запустить вы его направляйте сразу против ветра чтобы когда примерно половина батареи он начал возвращаться по ветру и тогда он в принципе это самый полезный совет что могу дать вы тогда его обязательно с большой вероятностью вернете ну и смотрите у него нету датчиков поэтому очень смотрите за преградой собирается он в обратной последовательности но крылья да надо с ними аккуратно потому что они очень и очень хрупкие на каждом своя насечка обязательно крылья обязательно лопасти одевайте на нужную ножку иначе они там все по весу рассчитаны специально если надените не на ту может если поломается вдруг одна меняйте сразу две нельзя менять только по одной что вам скажу таким дроном управлять в воздухе для новичка проще с точки зрения того что он не стоит 1000 долларов всего 400 и в случае ремонта даже если придется тьфу-тьфу-тьфу его ремонтировать это обойдется дешевле чем с дорогими его коллегами я уже заранее знал что буду брать себе мовик мини поэтому купил еще на него на алиэкспресс сосущие копейки еще дополнительные вот этот весом в 9 грамм всего лишь такая дополнительная посадочная ножки они крепятся снизу и тем самым мовик будет то есть он будет выше и садиться ему будет удобнее он так видите ножки у него короткие чтобы он не садился там например в грязь и не пачкался в принципе всего 9 грамм очень легкая подставочка на летные характеристики оно влиять не должно а увеличит безопасность если что вашего дневника и еще одна вещь которую многие рекомендовали я приобрел это вот такие антенки вот они их одевают усилители для антенок в принципе еще до того как открыли частоту 5.6 герц была только 2.4 и вот эти антенки позволяли метров на 200 дольше пролететь соответственно с 5.6 ну у вас дополнительных метров 300-400 появится это не значит что стоит летать дальше ну если необходимо конечно но больше вероятность что вы не потеряете сигнал одеваются они очень просто на антенки и усиляют сигнал держатся довольно хорошо вот так вот они будут выглядеть он одевается вот так значит все наделось очень легко зацепилось по сути он стал на 2.5 сантиметра выше ну по сравнению вот эта часть то есть она уже не будет вот эта часть ну еще больше на полтора сантиметра выше стало то есть значительно удобнее вот такой маленький дрон надеюсь вам видео было полезное это неоплаченный отзыв просто очень давно хотел приобрести и рад что получил свой первый дрон спасибо за просмотр друзья Субтитры подогнал «Симон»